Пол, ППС начинаешь ростить. Откуда идете? Прохожий нервничает, уверяет полицейских, что телевизор под мышкой его собственность. Бытовую технику мужчина якобы решил продать, а потому 8 марта в 12 ночи направился в комиссионный магазин. Пульт тоже есть, а вот паспорт, видимо, не отдали. На улице Белоглинской нами был остановлен молодой человек, у которого не оказалось документов, засверяющие личность, также отсутствовали документы на бытовую технику. После того, как мы доставили его в отдел полиции, он рассказал, что проник в комнату пожилой соседки, откуда похитил телевизор. Людмила Андреевна о ночном происшествии узнала от сотрудников полиции. Пенсионерка травмировала ногу, передвигается на костылях и сейчас живет у знакомой. Трясло, давление поднялось, но я не думала, что в квартиру он вскроет. Не думала. Да, что он дверь дернул или открутил там, потому что у него, я не знаю, это замок с 2004 года, никто его не открывал, только ключом. Все ценные вещи из комнаты женщина забрала, а вот о телевизоре не подумала. Поверить в то, что бытовую технику мог похитить человек, хорошо знакомый ей с детства, она не может до сих пор. Новость о том, что имущество принесут сотрудники полиции, пенсионерку приятно удивила. Я по-честному говорю, обалдела. Я никогда с полицией не связывалась, а это оперативно сработали. Но его поймали, как говорится, с поличными. И с это сработали очень хорошо. Я рада, хоть телевизор вернули. Сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, части 3, статьи 158 Уголовного кодекса России. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.